Продолжение следует... Мысль о том, что все гитары условно можно разделить на три категории. На гитары, которые помогают играть, которые удобны и комфортны. Гитары, которые не помогают, но и не мешают играть. Такие гитар большинство, особенно гитар фабричного производства. И существует третья категория инструментов. Это гитары, которые для игры не подходящие, тугие, на которых очень трудно заниматься и тем более очень трудно учиться. Для того, чтобы хорошо разобраться в том, как выбрать для себя подходящий, качественный инструмент, давайте теперь поговорим о том, как стоит выбирать гитару. Когда вы определились с выбором типа гитары и остановили выбор на какой-то конкретной модели инструмента, необходимо оценить эту гитару хотя бы чисто внешне, в начале. Значит, на что стоит обратить внимание здесь? Проведите пальцами по краю кромок ладов на торце грифа. Вот здесь. Если вы обнаружите, что кромки, кончики ладов царапают руку, цепляются, значит, это признак некачественно, недобротно сделанного, собранного, изготовленного инструмента. И, естественно, какие-то изъяны в его конструкции будут присутствовать еще где-то. То есть это будет сигнал о том, что все-таки гитара, но недостаточно качественно изготовлена. Затем следует проверить, как работает колковый механизм. Просто покрутить немного, допустим, какой-то из колков, или, может быть, все по порядку туда-сюда повращать. Чтобы убедиться, что колки вращаются легко и плавно. А самое главное, без люфтов. То есть люфты появляются в колковом механизме. Там будут зазоры, которые не будут способствовать стабильному удержанию строя инструмента. Гитара будет часто расстраиваться. Затем смотрим по внешнему виду, по лакировке, окраске инструмента. Что если все хорошо, все в порядке, обращаем внимание на качественность покрытия. Затем стоит посмотреть, нет ли внешних повреждений на корпусе гитары. И, кстати, на глифе тоже. Внимательно осматриваем на предмет трещинок, побитостей, забоинок каких-то, царапин. Нередко в музыкальных магазинах переувлажняют воздух специальными увлажнителями. Делается это для того, чтобы инструменты не трескались, не рассыхались. Но часто продавцы или владельцы магазинов переусердствуют. И вот в силу переувлажнения воздуха инструмент ведет. То есть происходит искривление каких-то деталей гитары со временем. Ведь гитара может достаточно долго висеть в магазине, прежде чем найдется человек, который захочет ее купить. И в этом смысле стоит обратить внимание на волнообразность или неровность дек гитары. Определяется это очень просто. То есть вы просто берете и на отцвет смотрите, оцениваете ровность верхней деки. Вот она должна быть достаточно ровная, без каких-то волн, без каких-то провалов или ям. Переворачиваете, точно так же оцениваете на отцвет окна, допустим, ровность нижней деки. Нижняя дека может быть немножечко выгнутой. Это специально делается так. То есть это нормально. А вот как раз волнообразность или явная неровность деки сразу бросится вам в глаза. Вы это определите очень легко. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что ваша будущая гитара абсолютно целостна внешне, следует обратить внимание на то, как приклеен бридж или еще вот эту деталь корпуса называют подставка для закрепления струн, в которой крепятся струны. Так вот, обратите внимание на клеевой шов вот здесь. Дело в том, что со временем, даже вот еще перед продажей гитары, бридж уже начинает отходить от верхней деки. И здесь появляется маленькая, еле заметная щель. Ее быть не должно. То есть бридж или подставка вот этого должна быть приклеена очень хорошо и очень надежно. Иначе, купив такой инструмент вот с намечающейся такой вот отклейкой, вы просто со временем столкнетесь с тем, что у вас бридж струны оторвут окончательно или отогнут. И, конечно, ничего хорошего в этом не будет. Следует обратить внимание также на материал, из которого сделан корпус гитары. Верхняя дека инструмента, как классической гитары, так и акустической гитары, делается либо из ели, либо из кедра. Обечайка и нижняя дека делаются из разных пород дерева. Это может быть клён, это могут быть множество разновидностей красного дерева, это может быть палисандр, это может быть орех, это могут быть еще какие-то породы дерева. И все вот это будет определять в конечном итоге те акустические свойства гитары, которыми она и будет обладать. Поэтому вы в целом должны, конечно же, после внешнего, так сказать, осмотра гитары, если все вам подойдет, все-таки послушать, как звучит этот инструмент и понравится ли вам этот звук. И если понравится, тогда, конечно, останавливать на нем свой выбор. При этом следует сказать, что, в общем, все инструменты фабричного изготовления делаются из ламината. Ламинат – это фанера, только инструментальная фанера, двух- или трехслойная. При этом некоторая часть гитар, как правило, более дорогой ценовой категории, делается с цельнодеревянными деками. То есть в этих гитарах будут только обечайка и нижняя дека сделаны из ламината, то есть из фанеры инструментальной. А верхняя дека будет сделана из массива дерева. Это, конечно, лучше, потому что цельнодеревянная дека звучит ярче, сочнее, громче и объемнее. И ее тембровые характеристики и акустические свойства гораздо более высокие, чем у инструментальной фанеры, у ламината. Гитары, у которых верхняя дека из ламината, будут звучать в первую очередь все-таки тише и менее тембристы, чем инструменты с цельнодеревянной декой. И здесь необходимо сказать о том, что у гитар, у которых верхняя дека сделана из ламината, ну то есть они в целом, полностью весь корпус будет сделан из ламината, есть одно серьезное преимущество. Такие инструменты менее подвержены растрескиванию. То есть на цельнодеревянной деке, то есть на деке из массива, могут со временем появляться трещины вдоль вот этих вот годовых колец, прожилок, идущих по деке. Чего никогда не происходит у гитар, сделанных из ламината. Особенно вот если верхняя дека из ламината. И фирмы-производители, страхуясь от случаев растрескивания, появления трещин на своих инструментах, как раз вот и пошли по пути изготовления гитар полностью из ламината, в том числе, когда и верхняя дека делается тоже из ламината. Объясняется это очень просто. Значит, когда склеивается вот этот ламинат, то слои, естественно, идут в перекрест. То есть так, так и так. И ни в каком направлении лопнуть такая дека не может. Поэтому такая гитара служит очень надежно, очень долго. Ее не страшно взять с собой в поход, в лес, в костру, на рыбалку. И, в общем-то, можно особо не волноваться за ее сохранность. Гитары же, которые более дорогие, и у которых верхняя дека из цельного дерева, из массива, их, конечно, необходимо более аккуратно и более бережно хранить. И вывозить с собой на природу, на какие-то пикники или вылазки, конечно, очень рискованно. Определить, из чего сделана верхняя дека и инструмента, который вы хотели бы приобрести, можно либо по паспорту, прилагающемуся к гитаре, или сертификату, где честные, порядочные производители так и пишут, что дека из, вот так, как здесь написано, из кедра массива. Все остальные, которые вот такие вот документы не прилагают к своим инструментам, определить это можно, глядя на срез резонаторного отверстия. Вот сюда. Если дека сделана из массива, то вот эти вот прожилки, идущие вдоль, тонкие прожилки, идущие вдоль верхней деки, будут видны и на срезе деки в резонаторном отверстии. То есть они будут проходить сквозь всю толщину деки. И это легко можно будет увидеть. Если же вы на срезе видите три слоя дерева, то есть это, конечно же, ламинат, это инструментальная фанера, то есть это верхняя дека сделана, соответственно, из фанеры, из ламината. Но некоторые производители хитрят, и вот этот срез резонаторного отверстия замазывают специальными замазками, чтобы невозможно было определить, увидеть, что это фанера. Если вы не можете увидеть, не проходящие сквозь всю толщину верхней деки, вот эти вот прожилки, годовые кольца, и не видите никаких слоев дерева, показывающих, что это фанера, то есть замазано все, значит, знаете, что это, скорее всего, фанера, то есть это ламинат, и ваша гитара с верхней декой из фанеры.